В Листской премьер-лиге Арсенал играл с Челси на этой неделе, и Арсенал насколько сильно тебя порадовал? Ну, на фоне последних... Или на фоне Челси это невеликая радость? На фоне последних недель очень сильно порадовал, но мне кажется, и опять же, фон Челси это тоже очень важно. Тут как бы есть фон последних недель Арсенала и фон Челси в качестве соперника. Но мне кажется, был все-таки риск, что вот эти вот последние неудачи так сильно надломят команду, что она просто не выйдет играть на том уровне, на котором она способна, даже с учетом отсутствия салиба. Это очень важная тема, мы много раз ее уже обсуждали. Не выйдет играть на таком уровне, на котором способна. То есть, мне кажется, Артете было очень важно донести, что все еще не закончено. Ну, то есть, я не знаю, я в это, конечно, не верю, что все еще не закончено. Я тут пессимист. Может быть, Артета сам в это уже не верит, что, зная хорошо Манчестер Сити, зная Гвардиолу, что есть еще шансы. Но ему важно было продать идею команде, что шансы есть. И вот то, чем Арсенал меня точно порадовал, это тем, что, как они изначально, вот с первых минут вышли, это был тот Арсенал, который мы видели в хороших матчах и по принципам игры, и по качеству футбола. И они действительно в первом тайме просто сметали Челси. Это, конечно, наложилось, на мой взгляд, на некоторые очень странные решения Фрэнка Лэмпорда. Сюрприз-сюрприз. Вот никто не ждал, что он перемудрит все-таки не Гвардиола. Но в то же время, мне кажется, сейчас мы это принимаем как должное. Ну, надо было выносить. Это же Челси. Сколько у них там поражений подряд? Уже шесть, с учетом этого матча. Это один подход. Но мне все-таки кажется, что более рационально это оценивать как команда, которая тоже была в подвешенном состоянии. Подвешена, в первую очередь, в психологическом состоянии. И Артета тут заслужил комплименты. Он склонил это психологическое состояние в сторону, скажем, варианта нужен до конца сезона максимально выложиться и сделать все, что у нас зависит. Он эту идею футболистам продал. Также достаточно интересно освежил состав. И Кивер вышел на позицию центрального защитника. Очень долго избегал этого хода Микель Артета. В результате этого хода получается у Арсенала два левши в центре защиты. Это не самый лучший вариант. И мне кажется, это одна из главных причин, почему Кивер не играл раньше. Из-за того, что у Артета есть очень четкое разделение. Левый центральный защитник, правый центральный защитник. И это разный набор качеств. И прямо на рынке Арсенал, как мне кажется, искал умышленно в качестве дублера Габриэлу именно левого центрального защитника. И Кивера с таким ракурсом присмотрел. Но в то же время это оказалось на втором плане. Самое главное, это, конечно, качество без мяча. И с Кивером удалось и линию поднять, и более надежно отыграть, более цельно отыграть, как единый механизм. А мяч все-таки удалось иными способами продвигать. Может быть, также помог фактор Жоржини. То есть недалеко от Кивера как раз-таки очень часто располагался Жоржини, который в этот раз против своего бывшего клуба вышел в старте. И в продвижении мяча здорово помогал. В общем, меня действия Артаты тут очень сильно порадовали. Но, наверное, всех не болельщиков Арсенала больше интересуют очередные действия Фрэнка Лэмпорда. За ним, наверное, все-таки весь мир сейчас следит. Прямо под глупой. И Гвардиол смотрит и думает, чему я мог бы научиться. Я думаю, есть тренеры в мире, которые даже сидя на скамейке в своем матче, проделенно смотрят на матч к Челси тоже именно с этой целью. Чтобы сразу что-то применить в своей игре. Именно, именно. Но не только Жоржини объединяет Арсенал и Челси, но еще и с Фабригас. И он после этого матча сказал, что это были две разные команды. Арсенал все прекрасно, обучено, очень хорошо он тренирован, с четкими идеями, схемами. Понятно, как они хотят прессинговать, развивать атаки и так далее. А Челси был похож непонятно на что. Будто тренер бросил 11 оливок на стол. И вот тактика, по которой они играли. Я не мог поверить в детские тактические и технические ошибки, которые мы видим у игроков Челси. Здесь критика сразу двух сторон. И тренерской стороны, и стороны игроков. Когда ты описываешь Челси, ты тоже в первую очередь... Не тоже. Ты в первую очередь делаешь упор на то, что Лэмпорт. На то, что Лэмпорт. На то, что Лэмпорт. Но не должны ли игроки разделять ответственность в такой ситуации? Потому что, по мнению Фабригаса, я так понимаю, должны. Ну, мне кажется, одно из другого вытекает. То есть, игроки, конечно, ошибаются технически. Но они ошибаются. И все-таки первая причина все равно упирается в тренера. В то, как он их использует. Как он их нагружает. Ну, в общем, у нас был, как вот самый яркий пример, скажем, игрок, которого пока многие не осмеливаются критиковать. Но которого мы, скажем так, подняли руку. Это Энце Фернандес. Ну, то есть, мы тогда, как описывали ситуацию? То, что Энце Фернандес, и это до сих пор актуально, хороший разрушитель, когда речь идет о прессингующей команде. Когда речь идет о попытке припарковаться, его проактивная манера мышления, она начинает команде вредить. И он создает зоны, которые соперник может оголять. И вот такая критика. С одной стороны, ну, да, ошибки позиционные, достаточно явные, есть у игрока. И мы это отмечаем. Отмечаем и даже сурово критикуем. В этих матчах без мяча, когда вот мы их подробно разбирали, Энце Фернандес был прямо очень плох. Но в то же время возникает вопрос, когда мы знаем, что он хорош в этом режиме, и практически всегда, кстати, хорош, достаточно стабильный, хороший, но в то же время плох вот в таких условиях. Кто виноват? Он или тренер, который выпускает именно этого футболиста, именно в такое условие? То есть дает, по сути, конфликтующие установки, зная качество игрока, игроков, и зная, что есть задачи, которые они потянут, которые они не потянуты. Но в этом матче, вот плавно переходя уже к конкретным решениям Лэмпорда, мне понравилась стата Фабрегаса, но я все-таки думаю, что, во-первых, мне, кстати, напомнили, что у них с Фрэнком Лэмпортом был конфликт, и Фабрегас даже публично заявлял, что если Лэмпорт останется в Челсене, на момент, когда он приходил в Челси, то он в Челси не согласится перейти, так что, в общем, это может немножко искажать его оптику. Тут действительно он так опустил нехило Фрэнка, но, мне кажется, проблема как раз-таки была в том, что у Челси, у Лэмпорда были конкретные ходы под этот матч, но они снова давали, скажем так, конфликтующие установки, то есть, качество игроков не сочетались с заданием, которое от них требуется. Самый яркий пример — это роль Канте в этом матче. Вот Челси играл 4-3-3, и у нас был центр поля — Энса, Ковачича и Канте. Формально вот таким образом располагался Челси, но на практике мы очень часто наблюдали ситуацию, когда Канте выдвигается на одну линию практически с Абуми Янгом. На самом деле, он мог оказываться на одной линии, мог оказываться чуть ниже, его позиция, по сути, была продиктована позицией Зинченко. Он старался ограничивать именно Зинченко, играть с ним максимально плотно. Следовательно, тут футболисты перестраивались, и у него сейчас вот такое сочетание наблюдалось, когда в этой стадии сейчас он находился. Но в любом случае, Канте не успевал из-за этой более высокой роли, у него самая высокая роль была из полузащитников, не успевал помогать в должной степени в центре поля, в опорной зоне. Как это отразилось дополнительно на этом матче? Это очень здорово наложилось на зону, где у Арсенала, наоборот, был позитивно неожиданный ход, то есть вышел Тросар, а не Мартинелли, и это означало, что Джака и Тросар тут постоянно меняются позициями. Нет, все-таки с Мартинелли тут меньше такой динамики есть. И Джака, вот это, по-моему, очень прямо показательно, два, по сути, гола-близнеца создал, вырезая с левого фланга на Эдегоров штрафную. То есть Джака на самом деле много в этом сезоне подключается, но именно на левом фланге, да еще в условиях полной свободы, когда игроки Челси и в численном меньшинстве, да еще запутались с движением футболистов Арсенала, он редко оказывается. А тут он был в этой свободной зоне и вырезал. Ну и, конечно, мне кажется, это полнейший тренерский фейл, когда ты пропускаешь два таких гола, то есть два идентичных гола из одной и той же проблемы, которая вытекает именно из той зоны, которая появилась, по сути, вот из-за решений, которые ты принял по этому матчу. Так что, да, Лэмпорт, мне кажется, снова себя проявил великим новатором, но не очень эффективным новатором. Давайте следить дальше. Может, будут прогрессы. Следующие два матча с Борнутом и Ноттингем Форест, наверное, будет чуточку попроще. Я бы прогнозировал, что в этих матчах Лэмпорт наберет первые очки. А потом будет прекрасная концовка Манчистер-Сити. Нет, а потом будет 40 очков. Манчистер-Инаги не просил. Какой спрос набирать очки с Манчистер-Сити? Или об этом говорил? Да, я об этом говорю. Тогда Лэмпорт надо проиграть Борнуту и Ноттингем Форест, чтобы потом набрать спасительное очко против Манчистер-Сити и преодолеть планку в 40 очков, чтобы уже гарантированно не вылететь. Смотри.